Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Наташа и сегодня я хочу рассказать вам о своих покупках в магазине Ikea. Я напоминаю, что это у меня уже второе видео на тему покупок из Ikea, поэтому если вам также интересно посмотреть, что же у меня было в первой корзинке, то заглядывайте, пожалуйста, по ссылочке в описании, а также в конце видео. Итак, начнем, наверное, с самого габаритного. Так получилось, что мы заказали скамью для детской стула. Я покажу на картинке, как это выглядит. И для нее нужно было купить также матрасик. К сожалению, те матрасики, которые были ранее в ассортименте Ikea, они имели такой салатово-оранжевый расцвет, когда вам подходило больше по дизайну, скажем так, по цветовой гамме, но они уже сняты с производства почему-то и сейчас доступны только два матрасика в бело-черном тоне и в бело-розовом. Мы взяли вот такую вот монохромную модель. Что интересно, у этого матрасика, скажите, длиной 90 сантиметров и шириной 50 сантиметров. С этой стороны хлопковая ткань получается, обычная, простая. А здесь такая ткань с резиновыми точечками для того, чтобы, когда вы положите этот матрасик на мебель, он у вас не ерзал и не слетал. Достаточно удобная штука. Написано, кстати, не гладить его. И очень хорошо сделан чехол. Его можно снимать, но сделали так, чтобы детки не могли не кратся, снимать его и убрали собачку. То есть сама... Или собачка есть, а вот этот, скажи, крючочек, за которым мы держимся, открываем его мету. И для того, чтобы открыть, нужно, конечно же, позвать взрослых и попросить сделать это взрослого. Можно вставить обычную скрепочку сюда, канцелярскую, и открыть этот замочек для того, чтобы постирать этот чехол. Так что вот такой монохромный чехольчик у нас появился. Также для этой скамьи мы прикупили два контейнера. Так получается, что вот этот объем такой здоровый, 90 см, 50 в глубину, это довольно-таки огромный ящик. Понятно, что пространство в этой скамье достаточно огромное. И заполнить его игрушками можно, но они будут там жить в очень хаотичном состоянии. И поэтому для организации пространства в этой скамье, в этом выдвижном ящике, мы заказали два контейнера скейтинг. Это вот такие вот контейнеры, которые я уже показывала в предыдущем видео, но это другой размер. И вот такие контейнеры. У этих контейнеров длина и ширина составляет 50 см. Это квадратные контейнеры. И помещается в эту скамью их два. С одной стороны, видите, прозрачная сеточка, с другой стороны глухая. Ну, как бы, с трех сторон глухие и с одной такая. Складываются они, конечно, тоже очень компактно. Вот, считайте, что вот это и есть весь контейнер в сложенном состоянии. Ну, ладно, нет. Вот. Это контейнер в сложенном состоянии. То есть, если вы хотите его куда-то перевезти, то занимает он достаточно мало места. Также мы прикупили и вот таких контейнеров, которые я показывала в предыдущем своем видео. Они уже поменьше. И они влезают в обычные шкафчики стула. Получается, по два штучки. На полочку. Вот. Я напоминаю, что ссылочки на все товары, которые я показываю в этом видео, будут в инфобоксе. Поэтому, если вас что-то заинтересовало, не стесняйтесь и переходите сюда для того, чтобы увидеть более детальное описание понравившегося вам товара. Продолжая тему коробочек, я хочу вам показать еще одни коробочки. Это уже картонные коробочки. В разложенном состоянии. В общем, они огромные. И вот здесь вот на каждой коробочке написана инструкция, как собирать эту коробочку. А вот так эта коробочка выглядит вживую. Собирается достаточно легко. Вот ее пространство. Без единого крепления. То есть, она так разработана, что как бы каждая сторона входит в свой какой-то пазлик. И оно все как бы держится и крепится на это. Тут также есть вот такие дырочки, для того, чтобы можно было взять коробочку и поместить, куда вам удобно будет. Что я планирую делать с этими коробочками? Я планирую сложить туда детскую одежду, которую мы сейчас не носим, но которая нам пригодится. Дело в том, что обычно она у меня хранилась в мешках полиэтиленовых. И это все как-то не очень организованно, не очень удобно выглядит. А вот в таких коробочках, я их уже заполнила, 8 штук, где оставила показать вам. Все сложено достаточно аккуратно, наглядно и компактно. Главное, что выглядит это намного лучше, чем полиэтиленовые пакеты. Что касается сравнительной характеристики этих двух, то вот этот получается длиннее. Вот, видите. Серенький длиннее, этот короче, но тем не менее очень классный. Он рассчитан якобы на А4 бумагу. Можно вкладывать сюда всякие журналы, документы. Но я вам рассказываю, как я это использую. Ну, продолжаем тему детской, скажем так, письменной зоны. И мы купили листолы с Микки. И для них, конечно, так как они белого цвета, нужна была какая-то подложка. Мы думали покупать стекло, накрывать на стекло. Стекло мы этот стол, но достаточно сложно подобрать стекло. И нужно делать индивидуальные замеры. Плюс вырезать, взять там дырочку для проводов посередине. И, в общем, мы решили попробовать вот таких вот подложек, которые продаются в Икеа. Это серия «Прочь». Сейчас какой-то «Прочь». Короче, я напишу обязательно коды товара и название в инфобоксе, там ссылочки. Но достаточно удобно. Конечно, немножко перекрывает эту дырочку для проводов. Но, тем не менее, там остается зазорчик. И провода имеют возможность вылезти наружу из стола. Поэтому вот такие взяли попробовать. Посмотрим, как они будут нам служить. Но, думаю, это будет намного удобнее, чем просто стол без покрытия. Потому что белый стол достаточно быстро становится грязным. Особенно, если у вас есть дети. Продолжая эту тему детской, хочу вам показать вот такие фломастеры. Они идут вместе с мочалочкой и как бы этим контейнером для хранения. То есть это все может вот так вот компактно храниться. Они пишущие для доски, для Мольберта и Киевска. Также можно использовать на других поверхностях, которые предназначены для письма. У нас, получается, над письменным столом сына есть такая поверхность магнитная. Плюс на ней можно писать. И мы взяли специально для этого эти фломастеры, чтобы можно было писать какое-то расписание. Или просто какие-то заметки ребенку делать. В общем, вот такие фломастеры. От трех лет как раз младшей. Точнее, средней дочке уже три года есть. Старшему семь. А самая младшая пока еще не достает фломастеров. Поэтому вот такие вот фломастеры мы купили. Также, так как впереди Новый год, то мы с детками постоянно делаем какие-то новогодние подделки. Стараемся делать сами новогодние игрушки на свою елочку. И в этом году я решила продолжить нашу традицию. И заказала вот такую вот мозаику писла. Наверное, вот так вот будет виднее. Это такая мозаичка, цилиндрики с отверстием внутри. Из них можно составлять разные фигуры. В принципе, ищите любую картинку пиксельную в интернете и посоздаете ее. Для того, чтобы делать какие-то заготовки из этой вот мозаики, продаются в Икее такие вот формочки. Сердечко, кружочек, квадратик и такая вот большая. На нее как бы тут она такая ребристая. Я покажу потом ближе. Она ребристая и получается каждую мозаичку одеваешь на такие маленькие игрушки. Будем творить новые новогодние игрушки на елку. Да, степенно переходим к теме кухни. Для кухни мы заказали вот такой вот наборчик ложечек, вилочек и ножиков. В принципе, думали, что они маленькие и взяли их для детей. Но я смотрю, что по размеру они достаточно немаленькие. Поэтому будем использовать также и сами. Кстати, сравним с Биргофом, насколько качественные в Икее столовые приборы. Также для удобства хранения сковородочек я взяла вот такие две прокладочки. Они ложатся внутрь сковородки и сверху кладется еще одна сковородка. Для того, чтобы они не царапали друг друга и как бы не гремели, когда вы будете доставать. Это, это, это. Они сделаны из войлока. То есть сами можете, в принципе, вырезать. Вот. Серия называется Бедом. Она подходит для сковородок 28 см в диаметре и 32 см в диаметре. Кстати, я сказала, что это войлок, но пишут, что это стопроцентный полиэстер. Ну, в принципе, для хранения сковородок подойдет. Также на кухню мы приобрели съемные чехлы на стулья. В принципе, опять же, я повторюсь, если у вас есть дети, то любые светлые поверхности, тем более, если этот стул, они быстро становятся грязными. И так получилось, что сами стулья у нас с белыми, светлыми, ну, точнее, достаточно с белыми чехлами. И мы заказали в Икее вот такие песочно-бежевые чехлы, чтобы стулья переодеть и подольше сохранять их товарный вид, скажем так. Так, надеюсь, они хорошо стираются. Тут пока я не разворачивала, ничего не вижу по этому поводу. Но состав стопроцентный полиэстер тушь. Ну, и завершаем наш обзор покупочек. На сегодня мы шторкой в ванну. Это обычная белая шторка в ванной. Она ушла по акции. Единственное, что на ее поверхности выбиты кружочки. Я покажу на картинке, как это выглядит, потому что, ну, издалека это совершенно не видно. Она была на скидке с желтыми ценниками, поэтому мы ее взяли. Ничего не могу сказать про эти шторки. Покупаю в первый раз. По размеру 180 на 2 метра. Одно полотно. Ну и материал, из которого они сделаны, какой-то пево. Полиэтилен винилицатетат. Господи. Вот такое что-то для непонятное. В общем, повешу, будем пользоваться. Потом, может быть, смогу сказать вам больше, когда попользуемся. Также мы заказали опять вот такие разделители для ящиков. Они нам очень понравились. У нас было в прошлый раз 3 штуки. Нам их не хватило. В этот раз заказали еще 4. Поэтому мы заказали маленькие разделители высотой 10 сантиметров. И для организации пространства в ящиках, больше в кухонных ящиках. Но также можно использовать и в любых других ящиках, в которых вы будете хранить всякие вещи, которые имеют свойство ерзать и не лежать на своем месте. Мы заказали такие подложки. Они продаются в рулонах. И сам производитель рекомендует их использовать именно на кухне. Одна подложка прозрачная. Она такая, кстати, репристая. И вторая чисто белая. Серия называется Варьера. Ее длина 150 сантиметров. То есть полтора метра и ширина 50 сантиметров. В общем, будем простеливать все ящички и пробовать, как она будет в эксплуатации. Это были все мои покупочки на сегодня. Если вам понравилось, то ставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Если вы не видели предыдущее мое видео о покупках из Икеи, то жмите, пожалуйста, сюда. Если вам интересны также покупки из дома, то я рекомендую вам посмотреть покупки из магазина Юск. Поэтому жмите сюда. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.